Владимир, после пандемии сохраняется очевидный тренд на здоровый образ жизни. Как на это реагирует ваша компания? Да, абсолютно так. Тенденции на здоровый образ жизни наблюдаются по всему миру вот уже какое-то время, много лет, и наша компания реагирует на это, главным образом за счет реструктурирования нашего портфеля продукции. Многие наши новые выпускаются в направлении здорового жизни. Здесь я хочу сказать несколько, как развитие от лок-сугарного и нет-сугарного портфолио. Например, последняя реформуляция Coca-Cola Zero, одна из наших самых популярных брендов. И последняя реформуляция Botanique, которая очень связана с жизнедеятельными нуждами покупателей. Мы предоставили новую формулу нашего очень популярного напитка Coca-Cola Zero и недавно запустили линейку Botanique. Это функциональные напитки, которые как раз поддерживают здоровый образ жизни наших потребителей. Еще один тренд прошлого года – это взрывной рост, по крайней мере, в России формата Discounter. Как ваша компания относится к этой категории ритейла и насколько легко и насколько трудно с ней работать? Для нас это не новое. Он существует в остальном мире за последние 30 лет. Мы – международная компания, и для нас этот формат не является чем-то новым во всем мире. Он существует уже 30 лет. В зависимости от покупателей, которые посетят эти магазины, мы адаптируем нашу подход к каждому из них. На самом деле, в моменте, большинство вопросов – кто есть дискаунтеры в России? Потому что мы видим различные подходы от каждого из них. И, в зависимости от нуждейства, мы найдем подход, чтобы быть представленным или не представленным в этом формате. И все зависит от того, какие потребности у потребителей, которые входят в дискаунтеры именно в России. Мы задаемся вопросом, кто те самые дискаунтеры, которые обслуживают российского покупателя. Потому что у каждого из них свой подход. Мы стараемся найти способы взаимодействия с ними и, в зависимости от их потребностей, решаем, хотим ли мы присутствовать в таком формате или в этом нет необходимости. Еще также многие небольшие сети жалуются, что закупочные цены для них отличаются от закупочных цен, которые есть для крупных ритейлеров. То есть они для них выше. Знаете ли вы о такой проблеме и как вы с ней, как крупный бренд, работаете? Наша компания известна на рынке, в зависимости от транспаренции. Наши коммерческие цены для тормоза очень транспарентны, в зависимости от размера на рынке. Мы также должны отметить, что цена для продукта зависит не только на размеры клиента, но и на много других средств. Они приходят от первого, от продюсера, то есть, какие средства, которые мы предлагаем продюсер, но также от других, какие средства, которые продюсер и продюсер. Наша компания очень хорошо известна тем прозрачным подходом к ценообразованию, который мы используем на всех рынках. Наши условия сделок известны, прозрачны и для всех компаний, независимо от их размера, они понятны и известны. Цена, конечно же, зависит от объема бизнеса, который мы реализуем с нашими партнерами, но также от дополнительных услуг. Это могут быть как услуги, которые мы, как производитель, оказываем нашим партнерам-ритейлерам, так и, с другой стороны, те услуги, которые оказывают наши партнеры нам. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. Продолжение следует...